На днях Turn 10 Studios и Xbox представили трейлер Forza Motorsport, новой части автогоночной серии, а на недавнем стриме Forza Monthly Крис Эссеке, это, между прочим, технический директор студии, рассказал о том, чем будет отличаться будущая игра. Всем привет, друзья, с вами Дима Ванпойнт, усаживайтесь поудобнее, пристёгивайтесь, ну а я погнал! Новая Forza Motorsport станет самой технически продвинутой. Со сменой дня и ночи, динамической погодой на каждой трассе, поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени и с переработанной физикой. В ходе трансляции сообщили, что на каждой трассе также будет динамически меняться температура покрытия в зависимости от времени дня и погоды. На реальных трассах от времени дня будет соответствовать положение солнца, а на ход гонки повлияют состав шин, топливо, покрытие трека, стратегия пидстопов и прочие факторы. Многие треки будут переделаны наподобие того, что нам показали с Maple Valley. Это, между прочим, выдуманная трасса от разработчиков игры, которая присутствует почти во всех частях Motorsport. Кстати, вот видео, где сравнивают новый вариант трассы и старый, и седьмой части. И как вы можете заметить, переделано здесь реально многое. А если говорить про другие подтверждённые треки, то список таков. Большинство игровых систем создано с нуля. В частности, в Forza Motorsport будет совершенно новый режим карьеры. В целом, обещают, что каждый игровой режим будет переработан. Даже главное меню, хоть и будет похоже на то, что было в предыдущих играх серии, но теперь возможность прогуливаться своим пилотом по гаражу. Да, как это было в серии игр Project Gotham Racing. Вообще, обещают, что гараж в новом моторспорте будет самым функциональным и живым за всю историю серии. На фоне будут шнырять NPC и заниматься своими делами. Ну и, конечно же, новые автомобили получат высокую детализацию. Например, нам уже показали, какой упор в текстурах сделан на патрубки и прочие детали внутри автомобиля. Проработка будет ещё выше, чем была до этого, а рейтрейсинг будет задействован по максимуму. При этом любители гоночных автомобилей будут очень счастливы. Ибо основной упор будет сделан на них, а не на дорожные версии, которые тоже никуда не денутся из игры. В мультиплеерной части будет соблюдаться структура гоночных выходных. Пилефикционные заезды, тренировки, расписание гонок и прочие аспекты настоящего автоспорта. Реалистичность и соответствие турнирным стандартам находятся в центре внимания у разработчиков. Кстати, ещё отметили, что лучшие ощущения настоящей Форзы будут у тех, кто играет на Xbox Series. Этому поспособствует глубокое моделирование физики вождения полностью обновлённой игры. Ну и печальная новость состоит в том, что, к сожалению, Forza Motorsport не выйдет на Xbox One, только на ПК и Xbox Series. Это было мотивировано тем, что разработчики полностью сфокусировались именно на Next Gen версии. Потому что, как вы знаете, до этого были сливы, что Xbox One версия всё-таки была в разработке. Но, видимо, от неё всё-таки решили отказаться на одном из этапов создания игры. Всё это, конечно же, звучит круто, но знаете, что меня очень сильно напрягает? Нам про физику, по идее, просто рассказывают, а показывают в основном графон. И делают очень сильный упор именно на это. Типа, посмотрите, какие у нас здесь текстуры, посмотрите, у нас здесь везде будет трассировка лучей и прочие-прочие вещи. И ещё меня очень напрягло, как бы это смешно ни звучало, что игра полностью переработана с нуля. То есть, что у нас там получится с поведением автомобилей и прочих этих вещей, я, честно говоря, не знаю. Хоть нам и показывают, как я уже говорил, ещё раз подчёркиваю, вот эти геймплеи и трейлеры, но в основном там всё-таки весь фокус сделан на то, что смотрите, какие у нас тут искры. Посмотрите, как у нас прикольно разбиваются автомобили. Да, они разбиваются не в труху, но, тем не менее, царапины и помятости выглядят намного лучше, чем это было. Например, в той же Motorsport 7. И знаете, к чему я это всё веду? А к тому, что в серии Forza Motorsport уже есть одна игра, которая делалась с нуля. И знаете, какая это игра? Forza Motorsport 5. Эта игруха считается одной из самых провальных в серии Motorsport. Она супер скучнейшая и в неё практически невозможно играть из-за новой переработанной физики. И вот в этом моменте я там рассказываю про физику, что-то размышляю о Forza Motorsport 5. Но, чтобы вы понимали, самая главная в ней проблема была, это всё-таки не физика. Потому что, на удивление, я тут поиграл во время записи геймплея и понял, что физон, в принципе, неплохо и не так далеко ушёл от той физики, которая была в Forza Motorsport 4. Поэтому, в целом, играется-то норм. Проблема была вот в чём. Вот в этих вот токенах. По сути, это были микротранзакции, за которые ты мог покупать себе уровень, ну, точнее, делать двойную прокачку уровня, а также покупать автомобили. И для того, чтобы игроки это делали, разработчики выпилили вообще продажу автомобилей, убрали аукцион и прочие плюшки, благодаря которым можно было зарабатывать внутриигровую валюту. Поэтому игрокам банально просто не хватало денег, которые они зарабатывали за прохождение гонок, чтобы купить какой-нибудь дорогостоящий автомобиль. И в это время разработчики мило тебе предлагали купить токены, на которые можно было купить эти самые автомобили. Понятное дело, что такая механика вызывает возмущение даже сейчас, в наше нынешнее время. А представьте, что было в 2013 году. Людей просто от такого рвало. В натуральном смысле. Поэтому, конечно же, ревью бомбинг на метакритике состоялся. В общем, да. Но при всем этом не стоит забывать, что все-таки раздавали подарочные деньги для старых игроков, кто играл до этого в предыдущей части Forza Motorsport. Это присутствовало, кстати, до самой Forza Horizon 5. Можно было заходить на сайт forzamotorsport.net и спокойно забирать свои подарочные кредиты, после чего, заходя в игру, в сообщениях потом их получить. Поэтому в целом выживать можно было. И, в общем-то, у меня была самая главная проблема с Forza Motorsport 5 какая. Мне игра была банально просто скучна. Слишком мало было какого-то игрового контента, а автомобили, которые присутствовали в игре, это практически полностью все тачки, которые были в Forza Motorsport 4. И при этом у нас не было всяких там дополнительных ивентов и прочих штук, которыми чеголяла в Forza Motorsport 4. Из-за этого у игры была просто реиграбельность ноль. Проходилась она достаточно быстро, ну и, как вы понимаете, возвращаться из-за того, что никакой реиграбельности не было, туда просто не хотелось. Ну и какой новый контент разработчики также не подвозили, поэтому это самая слабая часть Forza Motorsport. Поэтому Forza Motorsport 5 оставалось долгое время как некий просто показатель графония, к чему стоит стремиться остальным разработчикам гоночных игр. И больше ничего себя не представляло. И еще раз хочу напомнить, что в шестерке и седьмерке они это все-таки пофиксили, и там стало хоть как-то более-менее интересно играть. Ну а Forza Motorsport 7, как мне кажется, стало таким неким показателем, какой физон должен был быть в играх серии Forza Motorsport. Хотя, опять же, я считаю, что самый лучший физон был именно Forza Motorsport 4. Десять раз буду за это видео повторять, что это просто потрясающая игра. Поэтому я крайне надеюсь, что новый Motorsport не повторит судьбу на Forza Motorsport 5. Хотя, мне кажется, он уже должен это не повторять, потому что, как минимум, игра делается очень и очень долго. Пока не делают новый Motorsport, уже даже поколения консолей от Xbox поменялись. Ну, сами подумайте, реально, сколько они уже это все клепают. Ну а если вдруг новый Motorsport выйдет все-таки хорошим, то мне кажется, это будет прям полное повторение истории с Forza Motorsport 4, в мире, которое, ну, как я уже говорил, просто шедеврально, офигительно и превосходно. Поэтому я все-таки крайне буду надеяться, что у нас будет именно так. Новая Forza Motorsport переосмысление франшизы Motorsport. Игра объединяет потрясающие свежие концепты со всем лучшим, что было создано разработчиками Forza за последние 15 лет. Очень сильная цитата, и я крайне надеюсь, что это все так и будет. В общем и целом, это не вся информация, которой с нами будут делиться разработчики. Следующие партии новых каких-то фишек и фактов будут рассказывать на следующих презентациях Forza Monthly. Поэтому не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, пишите в комментариях, что вы ждете от Forza Motorsport, верите в нее или нет. Вот лично я в нее крайне верю и надеюсь, что она не повторит судьбу Forza Motorsport 5. Потому что вот о ней, честно говоря, даже не хочется вспоминать. Ну и в конце стоит напомнить, что эти видео выходят только благодаря вашей поддержке на Boosty. Поэтому если вам интересно поддержать мой канал и мой контент, то ссылочка находится в описании под видео. Ну а отдельные респекты вот этим ребятам, которые вносят большой вклад в выход данного контента. С вами был Дима OnePoint. Всем огромное спасибо и пока-пока.